Мне не нужны никакие посредники для общения с Богом. Такое выражение мы часто слышим от людей нецерковных, которые утверждают то, что священник им совершенно не нужен. Тем не менее, когда у них что-то случается со здоровьем, они идут в больницу, обращаются к врачу, и врач им нужен, а священник нет. О чем это свидетельствует? О том, что человек не понимает вообще, зачем установлено Богом священство, и кто такой священник. И когда они обращаются к священнику, они обращаются не к нему лично, как к человеку, а именно как к священному лицу, поставленному Богом на служение. Так Господь управил, что мы друг от друга зависим. Каждый человек зависит от другого. Ну, вот самый лучший пример – это врач. Пока мы здоровы, мы эту зависимость не чувствуем. Но как только мы заболели, сразу нам нужен доктор. Мы сами с этой проблемой справиться не можем, мы ищем врача. Тем не менее, в духовных вопросах почему-то люди считают, что они сами прекрасно могут справиться. Есть такое повествование, очень поучительное для нас и яркое. В древности был такой священник высокой духовной жизни в одном городе. Совершал он литургию, и во время божественной литургии присутствовал ангел Господень. Всегда во время божественной литургии ангел небесной силы присутствует, но обычные люди их не видят, поврежденные грехом, вот мы с вами. Но он был человеком высокой духовной жизни и видел телесными очами, как ангелы сослужили ему, и ангел Господень присутствовал в алтаре. И вот в этой местности, через этот город проходил странствующий диакон, человек, который, видимо, совершал паломничество. И вот этот священник предложил ему вместе совершить божественную литургию. Они начали службу, и диакон обратил внимание, что священник, говорит, таки использует формулировки в своих молитвах, которые являются еретическими. Этот святой жизни человек, так скажем, в его словах молитвенных есть ересь. Это был период, когда чины богослужебные, литургические не сформировались, и каждому священнику была предоставлена определенная свобода в составлении молитв. И он сказал диакон этому священнику, что еретические формулировки вы используете. Тот обратился непосредственно к ангелу, который стоял тут же, спросил, так ли это. Ангел сказал, да, это так, диакон прав. Тогда он его, в свою очередь, спросил, почему же ты, столько времени, будучи со мной, не сказал мне об этом? На что ангел ответил, Богу угодно, чтобы люди получались у людей. Вот ответ на наш вопрос. Вот ответ, зачем нужны духовники, зачем нужны святые отцы, зачем нужно священное писание понимать не от ветра головы своей, как нам, так скажем, надуло в голову, да, как сектанты многие воспринимают священное писание, а именно через призму толкования святых отцов. Но и это, дорогие друзья, еще не все. Есть не, знаете, святость жизни, вот в этой истории нам повествуется о том, что иногда и святость жизни не является гарантией правильности суждения этого человека. Есть такое выражение, человек святой, но не учительный. То есть человек сам живет свято, но дара учительства у него нет. У него путь особый, у него путь не общий, у него путь исключительный. И учить этому пути достаточно опасно других людей. Это вот относительно Иисусовой молитвы. Многие интуитивно, когда не было учителей, интуитивно восходили к высотам молитвенного делования, но это путь был их личный. И были даже такие случаи, когда начинали учить других людей, и ученики их повреждались, потому что человек святой, но не учительный. И вот святые отцы говорят об этом, и путь духовной жизни нужно избирать именно святотеческий, проверенный, испытанный, благословленный церковью. И святость и высота жизни не всегда являются гарантией того, что человек, так скажем, придерживается и преподносит учение неповрежденное. Вот ответ на наш вопрос, зачем нужны священники, потому что Господь хочет, чтобы люди учились у людей с Богом.